Здравствуйте, добрый день, дорогие коллеги. Очень интересно у вас, жалко, что только 15 минут. Значит, я хочу рассказать, поговорить сегодня об актуальных процессах, которые идут в современном русском языке. И, естественно, преимущественно, как это отражается на научном языке. Несколько слов о научном тексте и академическом письме. Очень хорошо, что сегодня модератором работает Ирина Борисовна, потому что Ирина Борисовна написала совершенно замечательную книгу, которая является, собственно говоря, совершенно эталонным учебным пособием и эталонным научным текстом. Потому что я думаю, что судьба академического письма почти решена, и она будет развиваться, безусловно, практика письма. Потому что, когда я первый раз видела эту книжку, я посмотрела ее облавление, и, в общем-то, вы понимаете чувство русиста, который посмотрел ваше облавление. Там не было ни одной ссылки на русский текст. Ну, русист хотел было обидеться, но потом решил, что это справедливо. Русистика очень хорошо изучила научный текст. Она знает, что подробно знает, что такое научный стиль, подстиль, субъект, мета-языковые средства и прочее, прочее, прочее. Но она толком никогда не занималась академическим письмом. В этом смысле у нас, в общем-то, есть проблемы. Сегодня я услышала такую вещь, что вообще между автором, редактором и текстом должен быть не только редактор, такой классический посредник, но и копирайтер. То есть тот, кто напишет этот текст, что это означает в первую очередь, что вообще-то практики академического письма нет. Этим надо очень серьезно заниматься. Мы, в принципе, уже начали этим заниматься. Надеюсь, что пойдет это хорошо. Далее. Несколько слов о факторах воздействия на научно-познавательную деятельность в принципе. Во-первых, как это может быть не покажется странным на первый взгляд, речь может идти, она идет о девальвации научного знания как следствие информационного бума. В нескольких социологических источниках я прочитала, что за 12-15 лет количество ученых удваивается. Это очень большая цифра, количество ученых, которое удваивается за 12-15 лет. Зная внутреннюю ситуацию, сколько каждый ученый должен написать научных статей, вы представляете, сколько научного материала. Безусловно, такое количество научного материала, в общем-то, девальвирует научное знание. Это проблема с одной стороны, и проблема другая, о которой я уже говорила. Это неумение исследователей и ученого трансформировать информацию в доступное и интересное научное знание. Научный стиль, как и все другие стили, меняется в русле основных тенденций функционирования языка. И эти тенденции обусловлены прежде всего экстралингвистическими факторами. То есть они как бы о русском языке, как бы в русском языке, но прямо русского языка не касаются. Это в первую очередь так называемая демократизация. Об этом уже много говорили, много пишут, я пропущу это. Это новые каналы передачи информации, в том числе научной. Вот эта вещь очень интересная. Первое – это переход на науке на поле интернета. И там очень много интересных явлений. И все преимущества и недостатки, которые получает текст на площадке интернета, они ровно отражаются и в научном стиле. С одной стороны, это очень хорошо, что это такой интерес, развивается научно-популярная литература, это прекрасно. Но, с другой стороны, интернет-язык, в принципе, обнаружил свою явную тягу к разговорному языку. И, допустим, вот есть такой совершенно замечательный научный проект N plus 1. Если возникает какой-то интересный научный вопрос, можно смело туда обратиться и вам объяснять. Но как объясняет главный человек на этом портале Андрей Коняев? Он говорит, что это хорошая новость, это очень хорошая новость, это офигенная новость. Понятно, что это разговорно, это эмоционально, это очень хорошо. Но к научному стилю изложения это не имеет отношения. Если при этом еще вспомнить, что все-таки интернет-площадки – это не только письменный текст. В письменном тексте еще как-то можно удержаться в рамках нормы. Это еще и устные формы, это устные радио, это стримы, это подкасты. Все уходит, в принципе, в разговорную речь. То есть получается, что, в принципе, с точки зрения оформления научного текста, логика, объективность, достоверность, текст может быть с этой точки зрения абсолютно идеальным. Но с точки зрения соблюдения нормы, это явно разговорная речь. Да, это проблема. И эта тенденция, безусловно, и она системная. Это так или иначе повлияет на качество научной речи, письменной тоже. Ну и третья вещь – это провал нормы и снижение общего уровня речевой культуры. Вот с появлением интернета эта проблема у нас встала. И как-то мы очень небрежно стали относиться к норме. В принципе, наука и не только русская наука, не только русистика уже поставила вопрос о том, что провал нормы на всех уровнях уже случился. И это пересматривать нужно тоже. Потому не все явления, которые встречаются в текстах и в научных текстах, в том числе, нужно считать ошибками. Это вполне может быть началом новой тенденции. Это вполне может быть тенденция, которая указывает на изменения. И это просто новое речевое явление. Вот и нам, изучающим научный язык, и редакторам, которые служат посредником фактически между нами и новыми типами текстов, эти обстоятельства нужно учитывать. Итак, каковы актуальные тенденции в трех основных областях грамматики? Я не беру лексику, потому что с лексикой это не одна лекция. В грамматике, орфографии и пунктуации. Ну, начну с грамматики. Вообще-то, русская грамматика показала свою такую серьезную устойчивость. Ничего особенного не случилось. Можно даже уже смело сказать, уже прошло больше 30 лет с момента начала вот этих серьезных потрясений, уже можно определенно сказать, что, в общем, грамматика русская выдержала. И те изменения, те тенденции, которые сейчас начались в русской грамматике, те изменения, которые идут, они неактивнее и неинтенсивнее, чем они были в самый стабильный период развития русского языка, в советский период. Не путайте, пожалуйста, это касается грамматики, да? Но, тем не менее, изменения идут. И есть одно изменение, с которым надо считаться, и за которым нужно очень внимательно следить. Это усиление аналитизма в русском языке. Мы вообще язык синтетический. И все больше и больше проявляется признаков, которые явно говорят о том, что язык, кажется, идет в сторону аналитизма. В первую очередь, это нежелание русских склонять. Уже много вещей, которые мы не хотим склонять. Мы не склоняем числительное, мы не склоняем именно собственное, и эта тенденция усиливается. Потому это все говорит о вот этом таком глобальном движении языка в сторону аналитизма. Изменяется эволентность глаголов, если говорить терминологическим языком. А, в принципе, некоторые предлоги начинают вести себя слишком активно. Это у нас, у русистов, у флотгов называется экспансией предлогов. Например, мы всегда говорим студентам, если вы увидели предлог «по» и «по», остановитесь. Обязательно остановитесь. И «о» и «по» демонстрируют чрезвычайную активность, даже чрезвычайную экспансию. Пока это во многих случаях в общем ошибка. Это нарушение управления глагола. Но это не такая случайная ошибка, как кажется. Потому это тоже может быть началом каких-то серьезных изменений, которые русская грамматика переживает. И еще одна вещь, и эта вещь уже почти факт. Даже в очень хороших русских текстах, и публицистических, и научных, и художественных, уже встречаются нарушения, связанные с депричастным оборотом. До сих пор у нас очень жесткие правила употребления депричастного оборота. Субъект должен производить и то, и другое, именительные поддержки и так далее. Сопротивляется носитель русского современного языка этому правилу. Вот он считает, почему это неправильно, глядя в окно, мне стало грустно. Все правильно. Так кажется, все правильно. И может стать правильным. Я знаю мнение многих русистов, которые считают, что 30, 40, 50. И, скорее всего, правило изменится в эту сторону, вне соблюдения жестких правил употребления депричастного оборота. И есть еще одна тема. Я надеюсь, я успеваю, да? Две минуточки буквально. И, конечно, кроме новых явлений, которые есть и которые влияют на научный язык, нужно мне, как русисту, конечно, нужно сказать, что в русской грамматике есть такие системные вещи, которые, в принципе, мешают научному изложению. Мешают. Вот так устроена наша грамматика, да? Русская грамматика типологическая. То есть когда-то ее сопоставили с другой грамматикой. Она европоцентрична. Она сориентирована на другую грамматику, на европейскую грамматику. Потому мы всегда мучились с односоставными предложениями. Мы всегда мучились с тремя обидами русского субъекта. Мало того, что у нас есть пассивный залог, да? Страдательный залог. У нас есть еще возвратный залог, да? Это все создает очень серьезную проблему, которая имеет прямое отношение к стилю научного изложения. Это вопрос русского субъекта. Вопрос русского субъекта очень сложный. И если мы будем ориентироваться на типологическую характеристику, да, на сравнительную характеристику языка, ничего хорошего не получится. Нам, в принципе, нужно заявить. Вот у нас недавно была научная конференция, и видно и достаточно выдающийся, это я даже, я бы сказала, ученый из Института русского языка говорил о том, что в новой академической грамматике во всей видимости дательный и предложенный падеж будут признаны падежами подлежащих, русского подлежащего. И это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Подлежащие мы, как-то это тоже, это тоже европоцентрично. Вот подлежащие – это только именительный падеж. Для русского языка не так. Подлежащий именительный падеж – это активный субъект. Но мы очень много имеем разных конструкций, в которых мы выражаем свои представления о неактивном субъекте. Мне больно – это я испытываю боль. Мне холодно – это я субъект этого состояния. Правда, это предложение всегда о состоянии. Потому, когда мы разрабатываем, я надеюсь, что мы начнем серьезно заниматься научным текстом, вот эти все вещи, внутренние сущностные признаки русского языка, которые мешают научному изложению, нужно просто назвать, нужно сказать, что этим пользоваться нельзя, этим можно. Смотрите, что получается. Ну, особая песня – это, конечно, безличное предложение. Это удивительное по своей сути явление. Мы можем сказать… У нас очень часто есть возможность сказать именительным падежом. Мы можем сказать «ветер сбил яблоки». Но в большом количестве случаев мы не так говорим. Мы говорим «ветром сбило яблоки». Значит, мы что-то хотим сказать, что не ветер тут субъект, а кто-то там субъект. Вот это особые формы выражения русского субъекта. Это надо обязательно иметь в виду, потому что научный текст требует определенного субъекта. Огромное количество, огромный корпус русских конструкций не может фактически принимать участие в изложении научного текста. И это очень серьезная научная работа, тем не менее, которую нужно делать. Вторая штука – это любовь русских к расчепленным сказуемым. Это пришло из канцелярского языка, плавно перешло в научный язык и крепко закрепилось, установилось и там, и там. Вместо исследовать – вести исследование. Вместо работать – вести работу, производить работу. Что вы делаете? Не «что вы делаете», в смысле «что вы делаете». Что в этот момент происходит? В этот момент происходит то, что делать нельзя. Русский язык вербальный, он глагольный язык. Ирина Борисовна называет этот процесс убийством глагола, умерщвением глагола. Это ровно и есть. Потому научный текст требует изосемии. Изосемии – это когда вы выбираете часть речи, которая прямо выражает тот признак, то значение, которое за этой частью речи закреплено. Вы выбираете существительное – оно должно выражать предмет. Вы выбираете глагол – он должен обозначать глагол, глагольное действие. Акциональное и неакциональное – зависит уже от типов текста. В результате получается, что академическое письмо плохо разработано, почти не разработано. Это очень большая работа, которая ждет нас впереди. И сейчас мы уже, поскольку очень давно этой работы не производилась, значит, нам нужно очень серьезно взяться за то, что мешает языку в научном изложении его внутренние сущностные характеристики языка. Это, с одной стороны, и новые явления, новые тенденции, которые язык демонстрирует в связи с новой технологической цифровой эволюции и так далее. У меня все. Спасибо. Спасибо.